Енот был изрядно напуган, контакт не шел. Он не хотел выбираться из своего убежища. Он огрызался, гавкал, собирался покусать всех непрошенных гостей. Операцию по спасению пришлось проводить в плотных сварочных перчатках, которые должны были защитить зоологов от острых зубов и когтей. Даже через перчатки, у нас были большие плотные сварочные перчатки, и даже через них руки все были в синяках. В тот момент, когда мы приехали, енот был в самом неудачном для спасения состоянии. Те люди, которые его пытались до этого поймать, они его кто-то напугал, кто-то накормил. Поэтому на еду его было не выманить, а по-хорошему тоже не уговорить. И нужно понимать, что енот – это довольно суровое животное, на самом деле, которое справляется в лесу с очень крупными хищниками, со своими естественными врагами, волками, рысями. Поэтому просто так его не достать. Кроме того, это древесное животное, и у него лапы, как мы видим, это четыре сильных таких руки. И, соответственно, этими руками он сцепляется во внутренности машины и держится. Поэтому просто так достать его не получалось. Зоологи пошли на ухищрение. Они использовали свой последний козырь. С собой из Рязани они привезли енота по кличке Форест. И надеялись, что, увидев своего сородича, зверек успокоится и вылезет из-под капота. По опыту я знаю, что часто бывает, они идут к сородичу, они друг другом интересуются. И, увидев у нас такого же зверя, как он сам, енот может проникнуться к нам доверием или интересом к своему сородичу и выйти. Мы не раз вот так вот выманивали. Кроме того, когда енот убегает, другой енот по следам. У енотов прекрасное чутье. Они прекрасно знают, куда пошел сородич, даже если прошло очень много времени. И их как разыскную собаку использовать, так же можно использовать разыскного енота. У меня вот в Петербурге есть такой енот, который ищет пропавших енотов. Мы попробовали принести Фореста в переноски, поставили на капот. И на самом деле они очень сильно заинтересовались друг другом. Тот енотик, которого спасали, даже приподнялся, так понюхал его. Но он уже был напуган, поэтому не вышел на нашего енота. Тогда зоозащитники обратились к знакомому ветеринару. Врач дал транквилизатор. Оставалось только вколоть его. Пришлось использовать эвакуатор. Машину приподняли и еноту сделали укол. Затем зверька отвезли в ветеринарную клинику, где ему сделали прививки. Сейчас животное на передержке. Там енот проведет около недели. А затем его заберет каршеринговая компания, в чью машину он и залез. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».